Алан Александр Милм, Винни Пух и все-все-все. Книга первая. Винни Пух. Глава первая, в которой мы знакомимся с Винни Пухом и несколькими пчелами. Ну вот, перед вами Винни Пух. Как видите, он спускается по лестнице вслед за своим другом Кристофером Робином. Головой вниз, пересчитывая ступеньки собственным затылком. Бум-бум-бум. Другого способа сходить с лестницы он пока не знает. Иногда ему, правда, кажется, можно бы найти какой-то другой способ, если бы он только мог на минутку перестать бумкать и как следует сосредоточиться. Но, увы, сосредоточиться-то ему и некогда. Как бы то ни было, вот он уже спустился и готов с вами познакомиться. Винни Пух. Очень приятно. Вас, вероятно, удивляет, почему его так странно зовут. Если бы вы знали английский, то удивились бы еще больше. Это необыкновенное имя подарил ему Кристофер Робин. Надо вам сказать, что когда-то Кристофер Робин был знаком с одним лебедем на пруду, которого звали Пухом. Для лебедя это было очень подходящее имя, потому что если ты зовешь лебедя громко Пух, Пух, а он не откликается, то ты всегда можешь сделать вид, что ты просто понарошку стрелял. А если ты звал его Тихо, то все подумают, что ты просто подул себе под нос. Лебедь потом куда-то делся, а имя осталось. И Кристофер Робин решил отдать его своему медвежонку, чтобы оно не пропадало зря. А Винни так звали самую лучшую, самую добрую медведицу в зоологическом саду, которую очень-очень любил Кристофер Робин. А она очень-очень любила его. Ее ли назвали Винни в честь Пуха, или Пуха назвали в ее честь, теперь уже никто не знает. Даже папа Кристофера Робина. Когда-то он знал, но забыл. Словом, Мишку теперь зовут Винни Пух. И вы знаете почему. Иногда Винни Пух любит вечерком во что-нибудь поиграть. А иногда, особенно когда папа дома, он больше любит тихонько посидеть у огня и послушать какую-нибудь интересную сказку. В этот вечер... Папа, как насчет сказки? Спросил Кристофер Робин. Что насчет сказки? Спросил папа. Ты бы не мог рассказать Винни Пуху сказочку. Ему очень хочется. Может быть, и мог бы, сказал папа. А какую ему хочется? И про кого? Интересную. И про него, конечно. Он ведь у нас такой... Медвежонок. Понимаю, сказал папа. Так, пожалуйста, папочка, расскажи. Попробую, сказал папа. И он попробовал. Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, Винни Пух жил в лесу один-одинешник под именем Сандерс. А что значит «жил под именем», немедленно спросил Кристофер Робин. Это значит, что на дощечке над дверью было золотыми буквами написано «Мистер Сандерс», а он под ней жил. Он, наверное, и сам этого не понимал, сказал Кристофер Робин. Зато теперь понял, проворчал кто-то басом. «Тогда я буду продолжать», сказал папа. Вот однажды, гуляя по лесу, Пух вышел на полянку. На полянке рос высокий-превысокий дуб, а на самой верхушке этого дуба кто-то громко жужжал. Винни Пух сел на траву под деревом, обхватил голову руками и стал думать. Сначала он подумал так. Это жжжжжж неспроста. Зря никто жужжать не станет. Само дерево жужжать не может, значит тут кто-то жужжит А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так Потом он еще подумал, подумал и сказал про себя А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед По-моему, так Тут он поднялся и сказал А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел По-моему, так, а не иначе И с этими словами он полез на дерево Он лез и лез и все лез И по дороге он пел про себя песенку, которую сам тут же сочинил Вот какую Мишка очень любит мед Если мишки были пчелами, то они бы ни почем Никогда и не подумали так высоко строить дом И тогда, конечно, если бы пчелы это были мишки Нам бы мишкам было незачем лазить на такие вышки По правде говоря, пух уже порядком устал Поэтому пыхтелка получилась такая жалобная Но ему оставалось лезть уже совсем-совсем немножко Вот стоит только влезть на эту веточку и... Рах! Мама! Крикнул пух, пролетев добрых три метра вниз и чуть не задев носом о толстую ветку Эх, и зачем я только пробормотал? Он пролетев еще метров пять Да ведь я не хотел сделать ничего Плап попытался он прояснить, стукнувшись о следующую ветку И перевернувшись вверх тормашками А все из-за того, признался он, наконец, тогда перекувырнулся еще три раза Пожелал всего хорошего самым нижним веткам И плавно приземлился в колючий-приколючий терноп куст Все из-за того, что я слишком люблю мед Мама! Пух выкарабкался из тернового куста Вытащил из носа колючки И снова задумался И самым первым делом он подумал о Кристофере Робине Обо мне? Переспросил дрожащим от волнения голосом Кристофер Робин, не смея верить такому счастью О тебе? Кристофер Робин ничего не сказал Но глаза его становились все больше и больше А щеки все розовели и розовели Итак, Винни-Пух отправился к своему другу Кристоферу Робину Который жил в том же лесу В доме с зеленой дверью Доброе утро, Кристофер Робин Сказал Пух Доброе утро, Винни-Пух Сказал мальчик Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара? Воздушного шара? Да, я как раз шел и думал Нет ли у Кристофера Робина случайно воздушного шара? Мне было просто интересно А зачем тебе понадобился воздушный шар? Винни-Пух оглянулся И убедившись, что никто не подслушивает Прижал лапу к губам И сказал страшным шепотом Мёд! Что? Мёд! Повторил Пух А кто же это ходит за мёдом с воздушными шарами? Я хожу Сказал Пух Ну а как раз накануне Кристофер Робин был на вечере у своего друга Пятачка И там всем гостям дарили воздушные шарики Кристоферу Робину достался большущий зелёный шарик А одному из родных и знакомых кролика Приготовили большой-пребольшой синий шар Но этот родственник и знакомый его не взял Потому что сам он был ещё такой маленький Что его не взяли в гости Поэтому Кристоферу Робину пришлось так и быть Захватить с собой оба шара И зелёный, и синий Какой тебе больше нравится? Спросил Кристофер Робин Пух Обхватил голову лапами И задумался Глубоко-глубоко Вот какая история Сказал он Если хочешь достать мёд Главное дело в том Чтобы пчёлы тебя не заметили И вот Значит Если шар будет зелёный Они могут подумать Что это листик И не заметят тебя А если шар будет синий Они могут подумать Что это просто кусочек неба И тоже тебя не заметят Есть вопрос Чему они скорее поверят? А думаешь Они не заметят Под шариком тебя? Может заметят А может и нет Сказал Винни-Пух Разве знаешь Что пчёлам в голову придёт? Он подумал минутку И добавил Я притворюсь Как будто я маленькая чёрная Тучка Тогда они Не догадаются Тогда тебе лучше взять синий шарик Сказал Кристофер Робин И вопрос был решён Друзья взяли с собой синий шар Кристофер Робин Как всегда Просто на всякий случай Захватил своё ружьё И оба отправились в поход Винни-Пух Первым делом подошёл К одной знакомой луже И как следует Вывалился в грязи Чтобы стать Совсем-совсем Чёрным Как настоящая тучка Потом Они стали надувать шар Держа его вдвоём за верёвочку И когда шар раздулся так Что казалось Вот-вот лопнет Кристофер Робин Вдруг отпустил верёвочку И Винни-Пух Плавно взлетел в небо И остановился там Как раз напротив верхушки Пчелиного дерева Только немного в стороне Ура! Закричал Кристофер Робин Что? Здорово! Крикнул ему из-под небеси Винни-Пух Ну На кого я похож? На медведя Который летит На воздушном шаре А на маленькую чёрную тучку Разве не похож? Тревожно спросил Винни-Пух Не очень Ну ладно Может быть Отсюда больше похож А потом Разве знаешь Что придёт Пчёлам в голову? К сожалению Ветра не было И Пух Повис в воздухе Совершенно Неподвижно Он мог Чуять мёд Он мог Видеть мёд Но достать мёд Он, увы Никак Не мог Кристофер Робин Крикнул он шёпотом Чего? По-моему Пчёлы Что-то Подозревают Что именно Не знаю я Но только По-моему Они ведут себя Подозрительно Может они думают Что ты хочешь Утащить У них мёд? Может и так Разве знаешь Что пчёлам в голову придёт? Вновь Наступило Долгое молчание И опять Послышался Голос Винни-Пуха Кристофер Робин Что? У тебя есть Дома зонтик? Кажется Есть Тогда я тебя Прошу Принеси Его сюда И ходи Тут с ним Взад и вперед А сам Поглядывай Всё время На меня И приговаривай Похоже Дождь Собирается Я думаю Тогда Пчёлы Нам поверят Ну Кристофер Робин Конечно Рассмеялся Пчёлы Пчёлы Ведут Пчёлы 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 Кристофер Робин Кристофер 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 Робин Кристофер Робин Кристофер Робин Ружьё Ружьё Кристофер Робин И выстрелил Иони И так и Торчали Кверху Если ему на нос Садилась муха Ему приходилось Сдувать её sell Yay É И, может быть, хотя я в этом не уверен, может быть, именно тогда его окончательно назвали Пухом. Сказки конец, просил Кристофер Робин. Конец этой сказки, а есть и другие. Про Пуха и про меня, и про кролика, про Пятачка и про всех остальных. Ты сам разве не помнишь? Ну, помнить-то я помню, но когда хочу вспомнить, то забываю. Ну, например, однажды Пух и Пятачок решили поймать Слонопотама. А поймали они его? Нет. Ну, где им? Ведь Пух совсем глупенький. А я его поймал. Ну, услышишь, узнаешь. Кристофер Робин кивнул. Понимаешь, пап, я-то все помню. А вот Пух забыл. Ему очень-очень интересно послушать опять. Ведь это будет настоящая сказка. Не просто так, воспоминания. Вот и я так думаю. Кристофер Робин глубоко вздохнул, взял медвежонка за заднюю лапу и поплелся к двери, молоча его за собой. У порога он обернулся и сказал. Ты придешь посмотреть, как я купаюсь? Наверное, сказал папа. А ему не очень было больно, когда я попал в него из ружья. Ни капельки, сказал папа. Мальчик кивнул и вышел. Через минуту папа услышал, как Винни-Пух поднимается по лестнице. Бум-бум-бум. Бум. Бум. Субтитры создавал DimaTorzok